приветствую вас уважаемые друзья зрители и подписчики моего канала сегодня хочу поделиться с вами одним очень вкусным и интересным рецептом макароны по-татарски у меня уже есть один рецепт макарон на канале но я его готовил дома а сегодня буду готовить макароны в казани на огне что нам понадобится для нашего блюда примерно 4 килограмма макарон они пока что в пачке уже когда будем распаковывать я покажу какие я использую килограмм лука 3 килограмма моркови полтора килограмм помидор 4 килограмма мяса мясо резал мелкими кубиками и чеснок чеснок как бы я беру на глаз ну здесь примерно полторы больших головки маленький острый стручок красного перца растительное масло соль и приправа по вкусу сейчас поставлю казан на печку начну его разогревать и начнем готовить у разогретый казан наливаю примерно 300 миллилитров растительного масла масло нагреется моментально и сразу высыпаю весь лук сегодня готовлю один помощников поэтому немножко неудобно снимать и показывать готовить но как-нибудь справимся намерно перемешиваем дадим ему немножко хорошо прожариться и дадим луку хорошо прожариться постоянно лук перемешиваем чтобы лишняя влага с него испарялась я стою постоянно помешивая по бортам казана его поджариваем запах идет друзья не передать словами вообще люблю запах жареного лука после того как лук поменял цвет и вы видите что масло уже кипит хорошенько перемешиваем и добавляем казан мясо смотрите мясо каждый как любит сам кто-то любит больше поджаристое кто-то больше любит протушенное мясо поэтому тут уже смотрите сами и готовьте как вам больше нравится после того как мясо прожарю буду закладывать морковь мясо в этом рецепте не буду сильно прожаривать а наоборот буду делать более тушеным протушеным когда присутствуют пожилые люди лучше его конечно не жарить он у меня сегодня будет много пожилых людей и поэтому мясо буду тушить после того как мясо хорошо протушилась с луком добавляю морковь добавляю морковь также хорошо перемешиваю и смотрю по готовности моркови морковь сделал сегодня не полосочками не брусочками а кружочками когда вы увидели что морковь наполовину готова берем чеснок смотрите вот как я нарезал чесночок и не крупно и не мелко и высыпаем мясо тоже аккуратненько равномерно перемешиваем перемешал равномерно чеснок и теперь подготовлю помидоры когда уже видим что морковь готова можно закладывать и помидоры помидоры порезал кимут кубиками крупными и теперь точно так же равномерно перемешиваю ну а теперь о главном добавил 3 столовых ложки соли и сейчас добавлю приправу приправу собирал сам такой наборчик здесь у меня шафран красная паприка сладкая красная паприка острая смесь перцев куркума и собственно все перед эту всю смесь специй высыпаю равномерно перемешиваю и после этого заливаю воду как бы делаем зирвак как плове залил воду теперь сейчас попробую на соль если соли будет маловато то добавлю еще по вкусу если будет нормально то в принципе можно и не добавлять но опять же здесь будет много макарон они себя могут еще забрать соль и поэтому может получиться несоленым надо все время пробовать на соль и уже делать на свой вкус друзья сейчас минут 15 у меня этот зирвак прокипит чтобы мясо хорошо еще больше протушилось и буду засыпать главный ингредиент макароны не заодно посмотрим сколько всего влазит в 22 литровый казан добавил буквально еще пол столовой ложки соли и теперь за пять лет минут до того как буду засыпать макароны я добавляю вот свой самодельный как бы сушеный базилик домашний перетираю и добавляю наш зирвак можно добавить зелень укроп что угодно петрушку ну я люблю больше всего добавлять укроп и базилик но у меня укропа не оказалось поэтому добавляю только базилик и еще одна важная вещь про которую чуть не забыл за 5-10 минут до готовности ложу стручок красного перца потом друзья его желательно достать ну и вот самое главное засыпал 8 пачек по 500 грамм таких вот спиралек макароны можно использовать спиральки кто-то использует ракушки ну я использую только твердые сорта пшеницы чтобы были класса а ну и теперь ну и теперь иду закипяченой водой и заливаю кипяченой водой как раз вот по уровню макарон воду налил как раз как видите по уровню макарон ну если там парочку штук немножко не залиты водой это не страшно сейчас мы закрываем крышку буквально минут на десять а после этого как вода уже хорошо закипит все будем перемешивать и уже смотреть по готовности после того как вода закипела открываем крышку и выпариваем воду по возможности сейчас макароны начнут набухать и вода начнет быстро испаряться друзья вот так вот получились макароны главное сам процесс приготовления не пропустить когда макароны уже готовы вода выкипела надо быстренько все достать с казана чтобы ничего не подгорело мы переложили все в большие кастрюли отнесли ну а теперь я попробую и передам вас вам постараюсь передать вкус блюда запах конечно обалдеть макароны макароны друзья тоже получились в меру острые немножко сладковато соленые но лично мне друзья такое блюдо очень нравится на этом буду заканчивать рекомендую попробовать и приготовить можно готовить на плите у меня есть рецепт я уже готовил мне тоже очень понравилось поэтому я решил его повторить и в казане на этом друзья заканчиваю всех благ вам и вашим близким берем деревянные ребенок скрыт я берем шах берем 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 Продолжение следует...